Системник, я его забил и сделаю. Завтра приведу в районе обеда. 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 И спаси Боже души наши. Завтра приведу в районе обеда. 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 Вы точно такие же участники движения. Идти надо, напоминаю, навстречу движению. Навстречу, а не в попутном направлении. И не шеренгой, как вы идете. Шеренгами, фалангами, как римская фаланга какая-то идете. У вас ни габаритов, ни номера, ничего нет. Вас не видно. Вы идете на пол дороги задавить дважды два. Асфальт черный. Ничего не видно из-под фары. Идите друг за дружкой. Гуськом. Это для вас, ваша жизнь. Особенно это касается глухонемых. Идут посередине дороги, прямо посередине идут. Не то, что посередине. Они в шеренгу встали, взяли друг за друга и идут. Перегорзли. Сметет и все. Машина ведь не гладит, она давит. Сразу же. И пешеход прав. Был. Вот и все. Помните слово «был». Да, пешеход всегда прав. Но был. Так что, когда переходите на зеленый свет, то смотрите в оба. Я по своему опыту могу сказать, что год назад я вот таким образом шел на зеленый, да. Переходил на зеленый свет около почтового отделения 45-го. До половины дороги дошел, еще смотрел, стоят машины. До половины дороги дошел, буквально меньше полметра перед мостом пролетела машина. Я ошалевший пошел дальше уже. Ну и там не заметил, как оступился и упал, очнулся гипс. Это начало, надо же передать. Будьте бдительны. Будьте бдительны. Да, конечно. Братья и сестры, мне вчера звонила Татьяна Гущина, может помнить ее, она ходила на занятия вместе с сестрой. Да. Вот, она предлагает, у кого есть необходимость, мебель, значит, письменный стол, плательный шкаф, там что-то еще, кровать, тар-та, холодильник, сервант, кухонный стол и такой обеденный стол. Если у кого-то есть возможность, вот ее телефоны, ну, кому-то надо, может, на дачу, может, кому-то квартиру. Вот, мужики, такой подъем. Всем поклон, а особенно она передавала братьям, поклон передавала. Игнатию Тихоновичу особый, особенный поклон. Татьяна Гущина. Татьяна Гущина, она еще в Потеряевку приезжала, две сестры ходили на занятия. А, понял. Так что, всех помнит, любит и, в общем, вот так. У нее девичья фамилия Дворцова. Да, Дворцова. А отец ее писатель. Он жил в доме, где мы были на Никитинской. Мы ничего. Настя, как у вас там дела? Она хорошая, то извини. Андрея работает. Таня тоже звали. Работает Андрея. Так что все, что бы ни случилось, молчи и молись, и благодари Бога. Да. И всех. Слава Богу за все. Это такие золотые слова. Их нужно постоянно повторять и помнить. Слава Богу за все. Он, правда, взял работу. Дома делает. И вот завтра должен. Да, завтра должен узнать. Молодец. Вот. Так еще у кого есть? Да, брат? Хочу напомнить, что у нас ведутся занятия по изучению Библии в понедельник, среду и в пятницу в 4 часа дня. Пожалуйста, где? Звоните мне. Телефону Геннадий Тихоновичу можете взять. Звоните, узнавайте где. И приглашайте людей на занятия. А то одни и те же ходят и все. Спасибо. Ну вот, о занятиях брат заговорил. Я радуюсь тому, что нас сегодня много. Я думаю, и на занятиях тоже останется много. Батюшка говорил в прошлый раз в воскресенье. Да у вас остается там 3-4 человека. А вот 20 человек в прошлый раз было. Да. Два стола накрываем. Как-то видите. А вот это вы кушаете. Но сейчас меньше 15 человек накрываем. Так что вот так. Ну, слава Богу. Стало быть, есть тяга еще к знаниям. К знанию Священного Писания. Да? Про блиннику не забудьте. Она с понедельника или в понедельник или во вторник будет делать. Помолитесь. Такие операции прямо будут? Ну, конечно. Поставляйте комментарии. Доброе утро. Слушаем, брат Игорь. Я хотел сообщить всем, что благочестивые священники есть. Ну, в зарубежной церкви, правда, не в Московской Патриархии. И отец Константин из Омской епархии, епископ Тихон Пасечник. Истина Православная Рус. Истина Православная Русская Зарубежная Церковь. Он крестил маму мою троекратным погружением в Баткистере. В таком же, как у нас. Ну, мама так рассказала, как все было. Я еще спрашиваю, ну ты точно? Тебя всю-то погрузили. Она говорит, да уж там погружали, заталкивали. И говорит, за место трех раз пять пришлось погружать. Перепогружали еще, чтобы совсем было точно уже. Так что все. Она теперь в разряд верующих. Так что молитесь за Валентину. Контрольное погружение было. Да, контрольное было. Она новокрещенная, она не просто верующая, она сейчас новокрещенная. Да, новокрещенная, да. Это так. Ну, потом была литургия. Мы не знали именно. Ну, в общем, все как у православных. Все как надо. Ну что, Владимир, снова Игнать Тихоновичу. Владимир Тихоновичу. Владимир Тихоновичу. А когда ее крестили? Игорь, Игорь, когда ее крестили? Последнее известно, что на неделю. В четверг. Вот как у Бога все вымерено. Нужно только это замечание. Конституция. Тихо. Вот есть такое стихотворение или как называют они псалмами баптистов. Милости Господним. Вспоминай. Считай. Все их до единой в сердце сохраняй. Вспомни, как Он его наградил. Удивлять все будешь, как Он совершил. Там, может, одно слово не так. Ну, хорошие слова-то. Мы не знаем, какие последствия от наших слов. Если бы все было показано, мы бы научились закрытым рот держать большую часть жизни своей. Человек может укращать все. Вот собака. Это дикое животное было. Его сделали ручным. И она такая послушная. Все выполняет. Доказательства. Сергей Пупков. Он такие чудеса делает с собаками. Я сам дрессировавший. В уголовном розыске занимался не один раз. Но такого не делал. В избе держат пять собак. Все лежат мертвые. И кот рядом мертвый. И он лег. Батюшка говорит, он поубивал их или еще как они. Чтобы они лежали все одинаково на боку. Я такого не видал. Слона чтобы научить 10 лет надо. И Яков говорит, всякое естество зверей и птиц человек смиряет. Может покорить. А языка никто укоротить не может. Я вот к чему говорю. Вы посмотрите, что с птицами делает, когда выпускает. Сейчас в ролике показывают. Как эти орлы догоняют волка. Вдвоем падает. Волк пытается сопротивляться. Он пасть зажимает. И там все учит его. И как на конях скачет. Уже готовое дело. Леса задушена. Или волка. Ну волки небольшие там. Это удивительно. Всякое естество зверей и птиц. А языка никто не может укоротить. Значит поставить себе задачу. Я буду кинологом для языка. Дрессировщиком. Усмирителем. А что для этого нужно? Только одна узда. Страх Божий. За всякое праздное слово дадите отчет в день судный. И все кончилось. Никого ты не будешь судить. Говорить правду ты можешь говорить. Обличать можешь. Тебе право дано обличать президентов, патриархов. Не соглашаться с кем угодно. Но ты должен подтвердить эти слова на суде Божьем. Вот где будешь отвечать. Обдумывайте то что слышите. Вот кого нас сегодня нет. Им передайте это. Усильте борьбу за язык. Чтобы ни одно лживое слово не вышло. Умышленно. Стремиться нужно было. Чтобы не умышленное. Я вот кое что не дослышу. Сказал. Оказалось не так. Виноват. Я не подумал что говорят. У меня было глазами даже не так. В Америке было садиться. Ноу смокинг. Ноу были только. То есть не курящего для вагон то. Она затуманена. А так. Я сел. Гляжу курит один другой. Я проводник. Вот что это такое то. Только это вагон так для курящих. Ну у нас то что. Ну залез так и сиди не вякай. Как тебя везут и вези. Он мгновенно. Меня переводит в другое место. Я переведу. Перевел меня в вагон для бездесменов. Я впервые увидел как они едут. Вот такие большие столы перед ними. Они сидят и занимаются. Вот на моем неумении. Слепоте и глухоте. Господь меня вывел. Я бы там никогда им в вагон не попал. А меня провели. Я посмотрел. Я говорю эти слова к тому. Что в эфире сегодня. Каждое наше слово множится. Его неправильно могут истолковать. На этой неделе самая большая популярность. У миссионера. Председателя миссионерского отдела. Степаненко Максима. Он не священник Томской епархии. Митрополит. Там Ростислав. Я буду делать такие вставки. Я не ухожу от темы. А главное. Поднимите сейчас руку. Кто за то чтобы у нас в церкви. В храме. Библейское все что есть из Библии. По Риме. Евангелие. Считались по церковно-славянски. А не по русски. Кто желает чтобы считалось именно по церковно-славянски. А не по русски. Видите. У нас было только два человека. Их нету. Потерявки был один человек. Второй наполовину. Обоих тоже нету. Их никто не выжимает. Мы говорим. Пожалуйста. Можем просчитать где-то. За этим кроется что-то еще. Дело в том что церковно-славянский язык в некой мере труднее для нас чем иностранный. Я вот с детства научил молитвы читать по церковно-славянскими. И я не пытаюсь переделать на русский. У меня не получится. Тем более в церковно-славянском языке есть слова которые такие же слова но с другим смысловым значением в русском языке. Выну хвала ему. Ну скажи теперь. Я буду обращаться по порядку. Что такое выну? Ну выну что? Я сунул руку в карман. Вынул платочек. Ну и так понятно? Да. А по церковно-славянскому выну означает всегда. Совершенно не... Ну понимаете что я подвожу к одному итогу. Почему сегодня эфир наполнен этим. Человеком. Есть такое. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть попра. И сущим во гробе живот дарова. Вот они стоят с животами. А мне говорит Бог даровал его. Ну ведь не об этом же животе то речь нет. Ну слово в русском языке живот есть и все понимают живот болит. Ну все. Ребенок маленький знает. У нас есть слова. Есть буквы. Которые попали в опалу. Я не знаю почему. Почему буква Ё оказалась на задворках. Но иностранцу как учить когда буквы то Ё нету. Мы ежик. Мы же не скажем ежик. Ёжик. Мы говорим же так. Ёльцин или Ёльцин. Как правильно это говорить? Я не знаю. Где у вас Ё? Поэтому Солженицын Александр Исаевич. Когда давал согласие на издание полного собрания своих произведений. Он сказал. Чтобы везде. Корректоры проверили букву Е. Заменили на Ё. Где она слышится. Понятно? Я сейчас подхожу к одному слову. Которое люди не произносят и не знают его. Ну иди ударь его там по попе. А почему не по жопе? Это слово оказалось запретное. А дети то не знают. И внучка спрашивает. В интернете поставили ролик то. Никто не говорит. Она решила тогда на всех запорах. Стала крупно писать. Жопа жопа жопа. Ну все понимают что нет попы. Никакой то. Ну скажи по медицински. Как ягодица. Задница. Это можно говорить. Ну я не говорю что его произносить. Не надо. Ну. Это не ругатель. Есть слова матершина и прочее. Но есть слова которые в церковно славянском языке сохранились. Паки. И батюшка выходит паки. А что такое паки? Сдохли собаки. Да нет. Это означает еще еще раз. Еще. Повторите. Есть большой словарь. Церковно славянский словарь. Отец священник Григорий Дьяченко. Это один из самых умнейших людей был в России. Сколько он написал. Четыре книги Дьяченко я начитал. О вере. О надежде. О любви. О тайных делах которые совершаются от нечистой силы. Это целая тома. Каждая книга не менее 800-900 страниц. Я их насчитал. Это большие. И они у меня начитаны на сайте. И вот в этом словаре он говорит о всех словах какие есть. Прошу не падать в обморок. Вам известно слово пустословие. И мы его свободно произносим. В церковно славянском языке это слово в Библии написано блядословие. И оно. Его никто не убирал. Оно. Постепенно его задвинули. А сегодня в церкви его так и считают. По другому не прочитаешь. Почему? А потому что это. В этом языке это слово есть. Мы можем говорить проститутка. Это может везде. Путана. Или женщина с древней профессией. Но. Прелюбодейка. Это может. Может так быть. Но церковно славянском блять. Другого нет слова. Это не ругательное. И вот этот человек председатель миссионерского отдела. Очень ревностный. Я в фотографии нашел. Ну. Я говорю. Мое впечатление. Вы сами посмотрите. Красивое благородное лицо. Борода. Не понравилось мне что он в галстуке стоит. Ну. Мы с ним раньше не встречались. Может быть так. Все у него. Взгляд смелого человека. Видно где-то. Я узнал его биографию. Неоднократно выступал. Может быть. И не надо было так. Ну. Не мне судить. Это его. И он выступил. И в интернете поставил. Женщины. Которые. Без мужей. Нажили детей. Это бляди. И. Никакие. Бэй точки ставят. Вы же понимаете. Бэй это означает так. И у них дети какие. Дальше он говорит. Я знаю очень хорошо людей. Оттуда выходит. Большая часть гомосексуалистов. Развратников из этих семей. Он говорит не о тех. Которая лишилась мужа. Ну. Что то было. А теперь в его защиту говорят. Ну. Уже. Благодарность этой. Бэ. Что она родила ребенка. Не взяла аборт. Интересно как. Убийца. Убил отца. Но теперь мы его не можем судить. Он детям то конфетки приносит. Дзержинский. Обезглавил страну. Ну. Детей беспризорных стал собирать и кормить награбленным. Какой он молодец. Ну. Валейка задумайтесь. Святые отцы запрещают делать подмену в словах. Назвать вещи своими именами. И он это выставил. Как на него все обрушились. Епархия сразу. Это не он от себя сказал. У него уже были замечания что то. Мы. Его за борт. Выступает там. Священник. И Дмитрий. Смирнов. Я ему советую почитать Евангелие. Не сказал на каком языке. Они учат его. А меня сразу сделали запрос. Уже выступают все. Весь эфир. У него посещение за день только 300 тысяч человек. 300 тысяч. Мне вчера и говорят. Так у него и до этого уже было. А у меня на форуме. 240-250 человек. Не тысяч. И дальше не заходит. Я потом объясню и почему. Но с детства люди заглядывают. Смотрят. Кто он такой. Ни одного одобрительного слова. Его адрес нету. Ну. Я не выступил в эфире. Но меня спрашивают. Сейчас на порядке священники. Я им отвечаю. А в чем его вина. Сыркомно-славянский язык остался в силе. Его никто не запретил. Это женщина. Которая не вышла замуж. Она жила ребенка. Как ее назовете? По церковным законам. Прелюбодейка. Сейчас придумали гражданский брак. Это разврат. Ничем не обязан мужчина. Кроме того. Чтобы оплодотворить самку. Это нормально? Государство разваливается от этого. Как на нас мусульмане смотрят? Мусульмане на 4 жены. Здесь хоть 44. Только одно условие. Чтобы не вели общая хозяйство. Ни у кого и нет. Все свободно. Какое правило? У мусульман то вторая жена. Сначала докажи. Тебе кто разрешит. Мулав. Что ты жену будешь обеспечивать. Что у нее отдельная будет квартира. Может быть. У тебя там отдельные костюмы будут. И ты. Если две жены три. Через три дня приходить. Будешь к ней ночевать. Независимо от того. Нравится она тебе. Ты берешь ее. Она тебе нравится. Он подписывает. Попробуй он это не исполни. Он разведется. До смерти будет кормить ее. Если по его вине будет. Я осмелилась называть его отцом. Вы знаете. Балкис говорит об этом. Жена министра. И по прежнему она снабженная. Нам нужно быть очень внимательными к своим словам. Очень внимательными. Его звать Максим. Он ни в чем не повинен здесь. Может быть он не сделал какие-то оговорки. А один священник выходит. Если одинокой женщиной нельзя. Это вы на кого поднялись. А как же Иоанна Златоуста от фуса вырастила одна. Когда отец его секунд уже умер. Ему два года было. Да он не об этом говорил. Может быть там не все было выставлено. Он же не. Вообще дальше речь идет о незаконном рождении. Ну что ж то незаконно. Ах вот как. У нас есть книга называется. Библия. Святая Библия. Научитесь говорить не просто Библия. Святая Библия. У нас написано. Если написано Библия. То на языке английском. Везде написано. Holy Bible. Ну. Переведи Валера. Что это означает? Святая Библия. То же самое мы смотрим на книги у немцев. Скажи как это будет звучать. Святая Библия. Святая Библия. Это название. И мы к ней должны относиться как к Слову Божию. Написано это Слово Божие. Как к Слову Божию. Оно с неба сошло для нас. Мусульмане понимают что с неба Коран сошел. У нас писали люди. Простые смертные. Но движимые Духом Святым. И что мы считаем в Священном Писании. Как Бог относится к тем которые вступают в незаконную связь. Ну мне ребенка надо. А зачем он тебе нужен ребенок? Ну чтобы комнату наполнить смехом. У христиан такого нет вопроса. Горе с питающим сосами имеющими во черепе. Вы горько плакать будете. Вы не забывайте об этом. И при мудрости Соломана написано. И когда рождаются дети от незаконных сожитий. Это суть свидетели разврата родителей. Святая Библия говорит. Это свидетели. Дети подрастают от этого. Свидетели на суде Божьем будет развратница. Что этот Максим Степаненко сказал не так? В его защиту буквально ни одного слова нигде нет. Я прошу. Кому это понятно что я говорю. Вы гляжу не записывать. Я каждый раз говорю берите с собой бумагу записывайте. Даешь и забыла. Звать его Максим. И молиться. Я молюсь о нем уже. Мне не надо напоминать. Он нуждается в помощи. Чтобы он ничего не сделал в этом состоянии. То что не положено. Потому что когда на человека начинают нападать. Вот так вот. И бывает он не выдерживает. Чтобы он никуда не ушел из православия. И проще и проще и проще. Только вот. Максим Степаненко. И вот мне говорят. А вы слышали что о вас Андрей Кураев говорит? Нет. Мне выставляют куда ссылка. И я по этой ссылке пошел. Действительно. Он выступает где-то. Я не вижу где. Университет какой-то. Люди. Но вопросы из зала. Не записка. А так передают. И он там говорит обо мне пять с половиной минут. Пять с половиной минут. Это время. Вот я пока. Я бы мог просто ксерокопию снять это дело. Я нашел его голос. Фотографию. Но не видео. Не видео. Аудио. Сейчас уже ролик вышел. Я перетащил к себе. И он говорит. Вы знаете кто самый знаменитый миссионер у нас в России? Да, да. В России. Помолчал маленько. Из ныне живущих. Никто не знает. Теперь еще. Ну может это и хорошо. Он говорит. Но это Игнатий Лапкин. Так как. Игнатий Лапкин. Громко повторяет для слушателей. Барнаул. И далее он начинает говорить. Говорит то что его сразило. Это понимаете. Это какая то такая смесь. Баптизма и старобрячества. А для людей. Он очень умный человек. Он отвечает за свои слова. Что баптизм. Это какое то невыразимое знание Библии. Пиетет Библии. То есть. Высшее поклонение Библии. В то же время это строгость. За устав. Чтобы в церкви был порядок. Как будто бы знание Библии. Это относится к баптистам. Видишь он как. Он дальше это разложил так. Что людям понятно. Баптисты. В то же время старобрячество. Это форма. Одеяние. Служба была. Заходить. Надо его спрашивать. Видимо там. Я плохо слышу. Но его то слова рядом записывают. Да. Там порядок строгий. Как попало. В джинсах. В ваших пиджачках. В галстуках. Туда не зайдешь. За 15 минут. Чтобы все пришли. Служба начинается. Дверь закрывается. Больше никого не запустят. Ну тут маленько не так. Я поясняю. Что. Мы заходим. За 7 минут. Кто тут. Я обычно. Когда староста. Я объявляю. Встанем. Все для молитвы. Хотя можно. Раньше я говорил. На молитву. Ну как это. На молитву встать. В Библии написано. И когда стоишь на молитве. Прощай. Ближнего. Это евангельские слова. Но я вижу. Никакой. Поэтому я сразу изменил. Сказал. Когда. Встаньте для молитвы. Ну раз один человек соблазняется. Евангелие видимо не знает совсем. Да еще родственник оказался. Мне ничего не стоило. Но я знаю чем это кончается. Больше он ходить не будет. Он больше не ходит. Я к слову скажу. Когда в университете вели занятия. То у меня иконы. Стояли там где. Грифельная доска. Христос. А посередине. Здесь Божья Матерь. А здесь. Никола Чудотворец. И мне записка. Ну у вас они неправильно стоят. А кто это написал записку то? Нет. Я переставлю. Но вы больше ходить не будете. Я уже знаю. Я переставил. А я знаю кто написал. Больше нет. Приходит маленькое время. И опять приходит человек. И говорит. А у вас теперь неправильно что Никола здесь. Его надо на этой стороне. То есть как было в начале. Я говорю. Я знаю. Я поставлю. Так а ты больше не придешь сюда. Тебе больше не до что меня укусить. А ты для этого пришел. Я переставил. Он больше не пришел. Так и здесь. Если у вас есть что то. Что вас смущает. Вы здесь поднимите руку. Смело скажите. Притом у нас что с записи идет. Мы ничего не рихтуем. Ничего не вырезаем. Никаких пояснений не добавляем. У нас ничего нет. Вот целиком как есть. И поэтому мы для КГБ не представляем никакого интереса. Им уже они сидели смотрели. Это пустое. Им нужен свой саглядатый там где что то за что то. Какой то экстремизм. Где там какого то студента убили. Я знаю. И поэтому куда туда. Григорию. Сказать тому. Георгия Титова. Или что то еще такое. Я к примеру говорю. Пусть не умирает от страха. И вот Андрей Кураев им рассказывает. Один раз другой знаете. Два раза он это повторяет. По хорошему. Я этому человеку завидую. Там Василия. Вася. Подними голову и открой глаза. Завидую. Знаете. Это человек безбашенный у меня. Слово безбашенный. Простите. Кто знает что такое? Безбашенный. Не совсем. Никакого. Для Игнатия. Он дальше поясняет. Для него важности нет. Кто человек собор и не собор. Главное Библия. По Библии Бог будет судить. А я говорю. Так не могу. Я говорю. И мне важно что скажет. Какой епископ что скажет. И я ему завидую. Поэтому он эти слова говорит. Не я. А я ему показываю. Если ты боишься епископа. И что скажет. Дух Святой не может дойти и упереться в эти твои самости. Дух Святой. Носился. Написано над водою. Он должен занять все. И он неоднократно об этом говорит в эфире. Что там. Как и в интернете вы найдете про этого человека. Вот вопрос сразу поступило. Искусственное плодотворение и грех. Грех. Церковь уже признала. Признала и все. Надо согласиться с волей Божией. Если человек. Имеет плохое зрение. Ношение очков. Ну носимое здоровье. Я вот что хотел сказать. По. Этот был. Профессор Жданов. Значит кажется его Владимир Георгиевич. И вот у него там коррекция зрения. Я знаю где. Вообще здорово зрение выправляет. Но я этих людей встречал позже. Они снова надели очки. Удивительное дело. То есть надо посмотреть. Стоит ли того или нет. Они говорят это. А потом сразу начинают что-то бутыльки продавать. И какой-то бизнес сразу открывают. И у меня зрение было потеряно примерно в 7 классе. Я считал ужасно. Представьте. В 6 классе я уже войну и мир все это прочитал. И у меня зрение. Я подходил. Не видел что на прилавке. Я сам его путем. Сам маленький пацаненок. Я нащупал этот способ. И вернул зрение полностью. Ну если я в морфлоте служил. Это понятно. У меня 100% зрение было. Спрашивает как. Я потом скажу. Это все дело молитвы. Это только на молитве Бог открывает. Скажет. А что ты себя. Ну о ком я говорю. Ну. О ком я скажу. Что зрение выправил. Благодаря тому что он молился то. Я могу это сказать. И Бог мне указал что я должен делать. Не должно этого быть. Нет у тебя детей. И ты благодари Бога равно что у тебя нет. Тебе еще будут завидовать те у которых есть дети. Священное Писание говорит. Лучше умереть бездетным нежели иметь детей богопротивных и нечестивых. Да. Вот и все. Ты благодари Бога. Скажи сколько детей было у апостола Павла. Ни одного. Ни одного. Сколько у Василия Великого. У Григория Богослова. У Иоанна Златовуста. У Иоанна Златовуста. У Иоанн Крыштадтский женат был. Ну ставьте. Я не говорю о неверующих. Ленин, Гитлер и прочее. Я говорю только о верующих. Конечно о Христе мы не говорим. Это Бог. Ну и что? Иоанн Богослов может имел кучу детей. Так не они. Это две тысячи лет прошло. Ты маленько все рассуди и скажи. Я избрал это. Я добровольно избрал это. Я благодарю Бога. Нет детей. Молиться можно. Как Анна. Она пришла. Плакала. Молилась. Губы шевелились. Или подумал. Она пьяная даже. Но еще не родив ребенка. Он нужен был ей. И она его еще не рожденного посвятила Богу. И будет пророк Самуил. Который помажет Давида. Она пренебрегла немощью женщины. И еще не рожденного посвятила Богу. Так ли делают сегодня? Для некоторых жен это трагедия. Узнала? Месячных нету. Зачела. Вот теперь паника. Что делать? Аборта нельзя делать. Он уже нежеланный ребенок. Ты должна радоваться. Благодарить Бога. Бог дал тебе счастье быть матерью. Иметь детей. Ты благодари Бога, что нет у тебя детей. Господи, от какой беды меня избавил? Что с этими детьми? Где они будут? Какая трагедия их ждет? Все силы я посвящу помогать у кого дети есть. Многодетным. Идти. Дежурить. Больным. Я свободна. Не замужняя, но и у которой детей нет. Она заботится о чем? Вот немножко из священного писания берите. О ком Господь воздыхал? Горе. Горе. Имеющим в очреве. И питающими сосами. Всякие вот эти попытки обойти то, что Бог дал, они оканчиваются, как правило, разочарованием и потерей того, что имел. Нужно научиться иметь, что надо. А я хотела детей. Я говорю, что получилось? Да ничего, меня захватили, изнасиловали теперь ребенка. И даже не знаю, кто отец. Но я, говорит, аборта не сделала. А кто он такой? Я не знаю. Ясно, что разбойник какой-то. Ты хотела? Хотела ребенка. От другого вопроса. Ну, выполнил тебе Господь, допустил. Отнял от тебя руку. И это ни один, ни два. И теперь вопросы задают мне. Что теперь делать? Надо вам вперед спросить, пока из этажа не выпал. А когда уж мимо десятого этажа пролетаешь, что теперь делать-то? Вот Андрей Кураев говорит об этом, и другие теперь не могут слова его столковать, как... Я не говорю вам, что подписывайтесь под всем, что Лапкин говорит, но у меня есть его книги. Ну, я не знаю, показывать, видимо, книгу. Вот такая книга. И назвал десять, что ли. Хотя от него был у меня здесь священник. Все книги у него. И когда в Германии недавно спросили, он знает, что тридцать восемь у меня книг. Вы знаете? А он сам здесь был у нас в этом помещении. Вот здесь он у меня книги тогда взял. Я, кажется, подарил ему. Я все книги подарил ему. Первый, не знаю, там несколько, четыре тома было тогда еще. И он говорит. Вот то, что говорит он Лапкин Игнатий, пренебречь нельзя. На осле не объедешь, на кривой кобыле не объедешь. Он поднимает целые пласты. Для меня важно было, я, говорит, десятки страниц нашел. Притом он говорит не от себя. Писанием и житиями святых. Святыми отцами. Он очень начитанный человек, он говорит. И пренебречь никак нельзя. Он напоминает то, что мы забыли. И вот он говорит, что нельзя расчленять мощи. Вот это крошь, а не мощь это. У него доказательства. Мы не можем пренебрегать этим. Мы это все имеем. У нас сейчас скоро будет здесь нанотехнология. Нанотехнология это натончающая по молекуле. Чтобы в каждом доме, в каждом храме были мощи всех святых. У него юмора море. Такие люди старобрядцами никогда не могут стать. Запомните. Если юмор есть, это не старобрядец. Я попутно все вам даю, чтобы знали. И он пять с половиной минут говорит. Но никто еще не знает, его слова куда упадут. Его снова переспрашивают. Благословенный Алтай. И он снова напоминает. И оказывается, это пало на благородную почву. Мне пока один только. Это все слышат преподаватели университета и в академии преподают одновременно. Он ищет по интернету, меня находит, мы друзья. Он сразу запрашивает все книги. Ему уже выставили. Он купил книги. И сейчас на шаг не отходит. У меня, говорит, такая ломка идет. А я о чем говорю? Непорядка это. Ну он просто как все люди приходят и уходят из храма. И жена пришла и говорит. Юра. Я, говорит, сегодня в храме-то стоял, а уже думаю, как Лапкин. Что же они эти беспорядки-то заводят? Торговля. Жена-то это все слышит. И он дальше переспрашивает. У него все дома. А Лапкин так написал. У меня, говорит, сейчас везде так. Я открываю книги, показываю. А можно опровергнуть? Нельзя. Он к священнику. Ну и дальше тут целая история. Но началось все с Андрея Кураева. Я спрошу. Кто за него молится, произнося его имя? Как за диакона? Поднимите руку. Вот. Видите как? Вы не забывайте, что все, что мы имеем, мы сегодня слышали доброе дело от кого? Яна Златоуста. Что мы слышали? Какую проповедь? Все от Бога. Все от Бога. От него. А все от Бога, это когда молитва есть. Павел нуждался в молитве. Если не знаете, есть такие слова, как лапка. В Библии встречается один раз. Один раз. От слова молитва встречается где-то десять с лишним тысяч раз. Наверное, внимание большое Дух Святой уделил этому. Без молитвы ни шагу. Пусть короткие будут молитвы, но они должны быть постоянные и частые. Что бы ты ни услышал. Я сказал от Максим. Возьмите его. Об отце Андрею непременно молиться надо. У него большие искушения, на него столько нападок везде. У него оригинальные такие бывают слова, которые он говорит. И он говорит, вы знаете, а тот лапкин? Ну он тоже меня по всем кочкам разносит. Я посмотрел, зарядил поисковик в тридцати книгах открытым оком. Я его упоминаю слово Кураев 120 раз. Ну и, ну как я могу не поминать? Меня спрашивают. Вот Андрей Кураев говорит, что поток был, а то только возлинилый и ареальный. Ну могу ли я согласиться? Я говорю, что у вас Евангелие от Кураева есть. Библия говорит, что покрыты были самые высокие вершины гор. Эльбрус. На семь. Я не могу, согласитесь, я и так не нападаю. Я просто подвожу к тому, что это не так. И почему он колоссальным знанием Библии, пиетет Библии, то есть наивысшее поклонение перед Библией. Вот это я не могу как бы понять, как это может старообрядческое. Это что-то невероятное. Видно, что он просто восхищен. Далее он все говорит в возвышенных тонах. И человек вот только один пришел. Так теперь-то уже не один. Он даже этого не знает, Андрей. И кто на него выйдет, у меня нет прямой связи. Скажите ему благодатные слова ваши. Но он говорит так. В конце подтверждает. Для меня важно, что скажет епископ. Он сразу говорит, не знаете Лапкина? И добавляет, ну может и хорошо, что не знаете. Если его теперь за Лапкина зацепят, он скажет, ну я же сказал. И дальше. Я сказал, что не подписывайтесь под каждым словом. То есть не подписывайтесь, а не надо подписываться. Он настолько умный. Он был референтом. Ну, доклады составлял патриарху Алексею Второму. Он заканчивал, я не знаю, где-то в Брюсселе или где, там, в Богословской. И дальше это. Профессор в семинарии, там, академии, института и прочее. Вот что мы на эту неделю имеем-то. А молитве говорить уже не надо сегодня. На следующий раз поговорим. Измените отношения к молитве. Знаете, я говорю о том, что, может быть, к молитве не относятся. Давайте совершим один раз крестное знамение, правильно. Два или три перста у нас разницы нет. Потому что церковь принимает то и другое. Сергий Радонежский так, Серафим Саровский так молился. Ян Кроштадский так молился. Князь Владимир так-то, так-так, до реформы было. Положите на лоб. Точно среди лоба. Надеюсь, чтобы пальцы слышали. Место чрева, где пуп твой. Правое. И вот теперь самое ошибочное, куда-то туда. Левое плечо. И немножко подержи и давни, чтобы видно было. И когда совершишь крестное знамение, только тогда делай земной или поясной поклон. Поясной, чтобы рука могла достать пол. Колени не сгибайте. Просто попробуй поломать эти дела. Ну а земной поклон, это руки, лоб, колени должны коснуться пола. Не спешите. Особенно левое. Я прошу, я вас предупредил. Уже сегодня, я знаю, некоторые не доносят руку. Брат, уважаемый мною брат, молится, а нас снимает. И он молится, молится и вот сюда вот. Я как глянул. Ну я же не вижу, он сзади стоит-то. А это попало. Я его подзываю и говорю, это ты стоишь, я. Давай еще раз прокрутим. Раз. Прошло маленькое время, ролик продолжается, и ты снова... Это что за молитва у тебя? Небрежному маханию руки кто радуется? Демон. Святой Иоанн Златоуст. Святой Иоанн Златоуст. Ты опровергнуть хочешь или что? Тогда не совершай креста на меня. Ломанный крест, на котором не был Христос, он не означает тебе помощи. Ты что-то другое изображаешь. Ты понимаешь, куда это идет? Мы изображаем то меч духовный, которым разбит дьявол. Вот собака битая, ты ей покажи только палку. Заклонись вот так брать, она уже поджала хвост. У меня щенок, четыре месяца. И к соседке во двор забежал, ну он щенок. Там гуся-то, она за ними. Она взяла пруд ударит, она села и смотрит, она пал опустила. А что собака? Она не боится. Да я говорю, ты меня выскочил, вот щенок-то. Он не битый и не боится. А который битый? Боится. Так и сатана. Ты покажи ему крест, которым он на голгопе разбит. А почему крест, о нем не сказано? Сказано. А где написано? Слушай внимательно. Чтобы погубить человека, сатана воспользовался трезубцем. Вы знаете, трезубец как вилла, а там как жабры, которые эти... Ну как рыба, чтобы не соскочила-то. Этим трезубцем сатана ударил в Адама. А как ударил? Первое древо, через Еву он подошел. Дево. Второе древо. Познание добра и зла. И дали смерть всего человечества. Христос вырвал трезубец и ударил сатану. Дева. Благовещение. Дева Мария. Древо. Крест Христов. Смерть Христа. Как водами все умирают, во Христе живут. Тебе непонятно? Ты опровергать хочешь? Ну тогда покажи то оружие, которое умрещен человек. Говорит, повторяю. Самый плодовитый из всех святых отцов Иоанн Златоуст. Дева Древосмерть. Вы ее дети сарены, если исполняете то, что написано. Главное препятствие сегодня у людей, это массовый, как бы гипноз, как бы, я не признаю это все, обольщение. Авторитет. Разрушьте все авторитеты. Святые отцы говорят, когда ищешь наставника, говорят, а мне нужен духовник учить. Смотри, говорит, вместо учителя не избери волка. Вот у нас в Святом Православии я выбрал все это и так бодрствуйте. Или отцы и дети там называется такое. А как его узнать? Как Василий Великий говорит. Вот стоит священник. Красивые ризы он стоит. Все. И он говорит. Пастырь, который не учит народ, суть идол. Так же позлощен и так же паки безгласен. Вот и все. Тебе это непонятно? Я избрала духовника, поехала куда-то, проверь его по Слову Божию. Проверь словами Кирилла Иерусалимского. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Вы найдите мне, пожалуйста, одного архиерея, одного священника, православия, из умерших или ныне живущих, который мог сказать эти слова, сказал бы и в дело притворил. Здесь нужно два пункта. Не верьте мне, это люди легко сделают. Больше верить тебе не будут. А почему? Если слова мои не сходятся с Библией. Это означает, я должен это знать, говорить по Библии, по Святой Библии. И все, которые меня слушают, должны знать Святую Библию. А что они сравнивают, если они не знают-то? С чем они будут сравнивать-то? Батюшка благословил, батюшка сказал, батюшка благословил. Они никуда дальше не знают-то. А вы не видели иконы, где батюшки первые в отцеп сатана тащат? Но повыше, впереди идут еще и епископы. Как рассказывает про одну матюшку, такой батюшка, такой хороший был. Ну, как все батюшки. Мощил голову. И он умер, когда она теперь все заботится и молится, и молится. Господи, покажи мне, где мой отец святой находится. Все батюшка, святой отец. И вдруг я открылась, и она видит бездна, ад, и он горит в огне. Она чуть не упала и говорит, Господи, да что ж с тобой, Ефимий, да как же так-то? Он говорит, а хоть немножко бывает где-то дыхнуто. А каково моему архиерею, на голове которого я стою? Это легенда. Сказка, говорит, ложь. На ней намек, а добрым-то молодцам урок. Вот есть такой фильм «Искупление». Кто его видел? О том, как один из евреев, его звать Иуда, он обращается ко Христу, а вся семья не обращается. И он дома встречает с ними Пасху, отец ему дает право говорить, потому что он бывший раввин. И далее он говорит, и как один за другим обращается, и отец обращается. Советую посмотреть. Он небольшой фильм, но очень хороший. Он составлен для евреев, но хорошо дублирован. «Искупление». У кого его нет и не знают где-то, на значительный день придете и у меня посмотрите. «Искупление». Как они учат детей. Как встречает Пасху. Но у него ничего нету. Они там хлеб, лепешка там. Но лепешка-то она поджарилась, там пятнышки на ней. Ему доверено. Он ее берет, вот так преломляет и говорит. И он был ломим на Голгофе. И пятна те, которые на лепешке-то показывают. Она маленькая, тоненькая такая, на лепешечке-то. Это раны его, которые нанесли ему. Он что ни берет, он вино, которое у евреев пьет, он начинает говорить. И он говорит, это кровь. Другой не может терпеть, вышел, родные братья его сидят-то. А другой там Самуил, он уже все обращается. Уже все принял. Я всегда думаю, смог бы я создать такой фильм. Никогда. Как они съемки делают. Какие бывают такие эпопеи, как «Война и мир». Герасимов, вот эти все смотришь, Бондарчук. Какие таланты. Вот талантливые тут Никита Михалков, его не все любят. Я не могу сделать, но я должен поблагодарить Бога. Я подвожу вот к чему. Мне задают, не пренебреги никем, спрашивают, вы занимались канонами, вас считают канонистом. Да, занимался три года фактически. Я перевел эту книгу всех канонов на русский язык, с церковнославянского. А потом составил симфонию. Симфония – это чтобы по одному слову можно было найти, где-то есть. Но меня спрашивают здесь, и люди-то такие же, как и я, ничего не знают-то. Но я теперь так сказать не могу, потому что я занимался им, канонами. А не могли симфонию дать? Симфонии нет. Но это уже сказано было. Я вчера принес книгу. А книга прислана мне. Вот посмотри, как эта книга выглядит поближе. Сейчас подождите-ка. Сейчас заснимем. И вот посмотри, тут какая надпись. Такой, я думаю, мало у кого есть на земле. Сейчас прочитаю. Понятно? Прочитайте, это митрополит Виталий. Просчитай вслух. Что написано? Во имя Отца и Сына, Света и Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия книга правил ради его миссионерских всесторонних трудов во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Первый иерарх Русской Православной Зурбежной Церкви. Кирио Пасха. Кирио Пасха, то есть Благовещение и Пасха совпали. 1991 год. Ну я договорился, надо отсканировать. И вчера я отдаю... Кому я отдал-то вчера? Вон она, Маша сидит. Я говорю, узнали, там сканер есть и все. Но она вдруг находит в интернете у Якова Кротова это есть. Спрашивает, а ты сам не мог? Не мог. И мне так радостно, что у меня есть помощники такие. Вчера вечером отдал, сегодня она дала. Я ворд перевел и сегодня уже в интернет выставил. Для тысяч, для миллионов людей. А посещение-то оказывается, когда сказали, у нас уже миллион двести тысяч. Это уже что-то. Видите как? Я не мог на тебя, она нашла, а я уже сразу даю другое задание. Поищи симфонию на Златоуста. А мне спрашивают, а говорят, вы составляли? Да, я самостоятельно. Я знал, что она нужна и я ее составил, эту симфонию сам. Но когда я узнал, что она есть, я узнал, что к этому отношению имеет такой очень знатный был епископ Григорий Граббе, я свою сразу подальше отодвинул, только его пользуюсь. Я не наставил на своем. И когда ее на Златоуста я уже насчитал, и симфония нужна, я стал составлять симфонию, понимаете, ее еще невероятное, за что брался? В одиночку. И я ее составил. Но когда я узнал, что она уже есть, я велосипед заново изобретаю, я свое сразу спрятал, обратился к тому, я никогда на своем не наставил. Но бывают моменты, когда я просто вынужден это сделать, на своем наставить. Почему? Потому что нигде больше этого нет. Вот это вот симфония мной составлена на жития святых. 1173 биографии, по определенному слову, камень, вода, что в биографии встречается. Открой, и все здесь. Но я не наставил на полноту после каждой темы две строчки точками. Кто найдет что-то еще, может добавить какое святое, какого числа, какое было событие. И по одному событию можно открыть, ну а теперь 12 томов Дмитрия Ростовского открывает. Я просто вынужден был сделать, потому что нигде этого нет. По сегодняшний день нигде никто не может найти. Далее. У нас в Библии православных 77 книг, но 11 неканонические. И на неканонические книги симфонию мне никогда не попадалось. Попалось уже через 15 примерно лет. Это плохо. Но в то же время было хорошо. Когда мне что-то надо было из неканонических книг, я не мог найти. Я все дела оставлял, садился и заново читал. Но я помню в какой книге. Поэтому я их прочитал на десятки раз. А потом Бог позволил мне начать составлять. Ну чтобы понятно было симфония, то по одному слову искать. На каноническую Библию составляли 5 лет 20 человек. Ну 20 на 5, если бы один человек 100 лет. Я взялся один делать это. Вообще неразумное такое дело-то. И у меня 475 листов. Я с ними еду, когда в электричке. 4 сиденья полностью листами заняты. Я ношусь, какое слово, какая ветка, куда, чтобы потом в алфаэтном порядке поставить. На 5 книг уже составил. Но я увидел, там бывают пропуски. Вот здесь самую большую помощь. Кто оказал? Диакон. Александр Сергеевич Загуляев. Программа срывалась в самом конце раза 3 или 4. Поэтому наша симфония самая полная. Ну а дальше уже дело было труда. Все глаголы, которые шел, идти, пришел, там разбиты. И ты слышал, ты не знаешь куда кинуть. Я свел в один глагол и по одному глаголу движение ты его сразу найдешь. Там по падежам я нашел. Симфония была сделана. Но она настолько неудобна, неумело сделана. Допустим, порог. Чего нет? Порога. Да чему? Порогу. Думая о пороге. Ну ты знаешь порог. А в каком падеже? Это в разных местах искать. Я свел все в один падеж. И вот эта симфония, она включает 11 неканонических книг. Молитву Монассии. 13-ю и 14-ю главу Даниила, которой нет. И 105 стихов, которых нет в русской Библии. 7-я глава 3-й книги Ездры. О будущем ему было показано. Она есть только в Бульгатию. Когда русским переводили Библию, то ее не было в оригинале Синайского манускрипта. Она оказалась только у них. Я не знаю, Ходикс Беза или где-то они. И он тоже у меня внесен и развесен. То есть более полной симфонии на сегодняшний день нет. Я говорю, что ее лучше нельзя составить. Лучше это значит сделать крупнее, больше, она очень мелкая. Но здесь все сделано по образцу Вернигородска. Я копировал просто оттуда какие буквы. А все остальное на эту книгу вот обычно корректор один. Вот книгу главных корректоров Кубайкина Галина Ивановна и Дыманова Марина Геннадьевна. Книги я без корректоров не знал. Здесь у меня было 18 корректоров. И в конце концов все бросили и говорят, мы ничего не знаем, правильно, неправильно. И мне пришлось самому дальше ее добивать. Практически пропуска, ну, может, такие сложные имена, которые нигде не встречаются. Артофаксы разные, я их не выпустил. Вот эти две симфонии, они сегодня известны стали всему миру. Но одному бы никогда не создать, во-первых. А во-вторых, ну, просто это не по силам. Это нельзя просто сделать. А сегодня Господь позволил все это выставить в интернет и никогда об этом не думал. Я хочу сказать вот что еще вам. Вы все участники в этом. Не так, что вот говорите, вот вы сделали... Я ничего не сделаю. Это сделали братья, сделали сестры, а я был среди них. Этого нельзя сделать. Я бы никогда не имел средств издать их. Это ни одна, ни две. 38 книг. Когда сегодня вот у меня 4 книги, стихов, это по 800 страниц, их я полностью все сам печатал. Это миллион, примерно 300 тысяч надо. Тысяча экземпляров. Ну где это? Ясно, что не издать. Но, однако, 38 издано. Теперь мы перешли на благовестие. Апостол Павел говорит, чтобы не было этих сборов насильно, откладывайте помаленьку. Вы с нами можете поехать. Нас уже спрашивают, когда поедете, какие могут быть встречи. У меня уже приглашение в Италию, приглашение из Португалии. Ну я говорю, на пути будет. Вчера узнал, сколько стоит переехать в Италию напрямую из Греции. 60 евро с каждого собака в отдельной клетке за нее не берут. Но за груз, груз считается у нас большой. Сколько будет нельзя. Теперь я разузнаю, как объехать вокруг это моря. Может быть дешевле, и нам бы машину-то не хотелось оставлять. Участвуйте. Мы будем нуждаться в средствах. Мы будем нуждаться в сухих продуктах, фруктах. Вот обратиться к Валентине Алексеевне Барышнику. Она в прошлом году, вот Александра Михайловна, кто чем помогали. Нам это очень сильно помогло. Я не всех называю. Вы не думайте, что Галина Ивановна перед отъездом принесла. Там все участвовали. Ну и кто-то не успел в прошлом году. Поучаствуйте. Мы когда едем дорогу, у нас ничего нету. Там за рубежом не будешь костер разводить. Там некуда. Мы едим только то, что у нас вот это есть. Вот это. Мы не один день, не два день. Это самое длительное, заграничное, последнее. Оно все полностью назначено у нас было, ну думали так, на 14-й год. Если Господь благословит, значит поездка совершится. Я получаю известие из многих мест, где есть. Книги сегодня это главная арена нападок. Притом ни разу, нигде конкретно указать книга, глава стих, страница. Еще ни одного не было, нигде. А у нас так это не принято. А вот вы отзываетесь неположительно, то есть неверующие люди. Да ты бы радовался, что сказали вовремя, пока еще дыхание в ноздрях. Ты не найди одного пророка, который бы ходил и хвалил. А ведь люди-то до конца поклонялись и батюшка ждали, пока Христос не опрокинул столы. Пока Иерусалим не был превращен в развалины. До конца у всех были духовные отцы. Все. И Христа распяли по благословению. Потом инквизиция у католиков, у православных. Все по благословению батюшек, митрополитов. И поэтому, когда нас обличает кто-то в интернете, что вы не по Евангелию идете-то, мы должны так сказать, да, не по Евангелию. Не по Евангелию. Я могу показать, где не по Евангелию, но говорю, это не смертельно. Я православный, поэтому в этой книге я ни на одно правило вето не налагаю. Все они до единого нужны. Повторяю, до единого. Но есть правила, о которых я говорю. Они не в Духе Святом, не в любви написаны были. Но я их не отменяю. Я просто вижу, что что-то человек сделал не так. Еретик, его в ссылку послать, обращаться к властям. Это вещи невероятные. Есть такое правило здесь, что если человек даже кается, даже вот Сенька Разин, Емелька, Пугачев кается, и священник рядом исповедует. Любого революционера исповедовали. Но кто-то отвергал. Но есть один канон, о котором сказано, что если будет каяться, покаяние не принимать. А дальше приписка делается примещанием. Собор этот, правила это не убрали, не стилизовали. И говорит, не знаем, почему святые отцы так сказали. Это же вопреки Евангелии. Но правила не убрали. И думаете, что сделано при любоньяне, а осуждено? Никак нет. Епископская власть. Один на другого, там, территория что-то отрезала. Совершенно вещь по-нашему никакая. Не то, что незначительная. Я с этим правилом не согласен. Я к нему не подвержен, я не епископ. Обзаботьтесь вы, я не говорю, что его надо убрать. Повторяю. Действующих правил здесь сегодня 719. Я еще никого не встретил, не священников, кто бы знал количество. Я говорю, а сколько нарушено? Как нарушено? Ну написано, торговля не должна быть, торговля есть. Раньше 30 лет священники не ставили. Шестой вселенский собор. Были 14-15 правила. Апостольское 50-е правило только в 3 погружения. Я тебя назвал 3. Сколько нарушается правил? Не знаю. И никого не кто знает. Я знаю. 413. 57 процентов правил, при том нарушается не по небрежности, а по умышленному. Сговору. Ежедневно. И при том в каждом храме, в каждой епархии. Когда эти данные выдал, какой собор, какое правило, я должен знать правила. И должен. Состояние. Кое-что я не знал. Я спрашивал священнослужителей. В алтаре в итоге нарушается. Тогда я в алтарь не захожу, я не знал о тамошних нарушениях. То меня сразу за рубежом попросили, дайте этот материал сразу напечатать. Я его сказал в патриархии, они тоже сказали. Но напечатать пришлось мне. Потому что нужно печатать не купируя. А на это они не идут. Я ведь без оговора говорю. Сказал молиться об Андрею Кураеву. Это означает, обо мне он будет говорить хорошо, будет плохо. Не имеет значения молиться до смертного часа. Он в этом нуждается. Он стоит на ветру. Вот этот Степаненко ему может и не нужен. Но он какое бы событие ни было, он везде вставляет слово. Требует его положение. А меня не требует. А меня как раз теревает. А почему вы молчите? Да кто я такой? Написано, заговорил богатый, привознесли до облаков. Заговорил бедный. И все говорят, а кто это такой? А то у Серахова так написано. Еще удивляйтесь. Я скажу, да вас прислушайте, да мне никто не знает. В Серахове говорит, а почему ваш сайт так мало людей знает? Начинает браться за раскрутку. Я говорю, нельзя раскрутить. Я так думаю, может ошибаюсь. Почему? Потому что люди приходят каждый день 240. Одни или другие в течение двух месяцев. И ни один голоса не подает. А зарегистрированных 211 человек. Ну хоть кто-то что-то спросил бы, почему столы накрытые. Здесь нельзя ничего делать. Плевать нельзя. Здесь царские блюда. Вот почему. А где-то что-то спорят, там, душат меня. Ну это душат за пределами нашего сайта. Я вас загружаю сейчас на молитву. Что у нас самое ценное и не возвращается? Знаете? Сразу поднимите. Кто что-то сказал? Правильно. Время. Скажи. Время. Время. Говорят, время и деньги. Это неправильно. Деньги могут возвращаться и с прибытком. Время невозвратное. Его нельзя продлить ничем. Кроме как не с поведимыми судьбами Божьими. Кому он назначил. Я вот был у одного. Он пресвитер Саблин. Яков Федорович. Тут у меня Олевтина, наверное. Вот она знает его. Отступник у баптистов. Правда об изнанке баптизма написал. Мы когда посещали его. Ему уже было 90 лет. Он написано. Чти отца и мать и будешь долголетен на земле. Но он это писание знает. Прекрасный был пресвитер. И погорел. Все время блудил. Во всех блудах. Двумя-тремя прихожанками жил. Родичь его 67. И наконец Бог все отнял. Всю веру. Играть не дал. Он говорит. Я родителей просто не скажу, что особо посчитал. Почему я так долго живу. Ужасно. Вот неверующие люди этого не понимают. Жить, жить. Вот любыми путями только жить. Я выстроил ролик. Называется. Смерть Ивана Ильича. Его фильм назвали. Простая смерть. Толстого. У меня на хоруме есть. Как человек. Его сделали наконец прокурором. И он там новые шторки вешал. Оттуда спрыгнул. И ручка окна. И он об нее ударился. Ну сначала поболел. А потом нет. Он не знает что есть. Врачи следуют. Лечат. Видимо что могло быть. От удара под бок. Почку может повредил. И вот он больной. И вот он умирает. И вот все это. Как приходит священие. Как он исповедуется. Фильм страшный просто. Там отзывы какие есть. Он очень важный. Найдите его. Посмотрите. И вот когда он уже лежит. И он криком кричит. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Уже после исповеди. Не хочу умирать. Это здорово. Но ты хочешь быть долголетием на земле. Чти отца и мать. В духовном плане. Отец нам Бог. Отец Небесный Иегова. И мать нам Церковь Святая Православная. Чти их. И Бог даст тебе жизнь. Чти родителей которые родили тебя. Их нету. Молись за них. Мы православные. Мы верим что они не исчезли. Мы верим что они живые. Мы неразрывную связь держим через молитву. Я вот посмотрел на надписи. Какие у нас хорошие надписи. Это живая проповедь. Мы уйдем. Не будет нашей общины. Ничего не будет. Останутся только одни книги. Запомните. И пятнадцатый том. Ваше свидетельство. Как вы пришли к Богу. Как вы пришли в общину. Я попрошу поднять руки. Кто писал об этом. Ищи материал в пятнадцатом томе. Поднимите руки. Ну почти все так. Кто не писал. Валя писала. Кто не писал. Ну эти как раз люди. Которых не было. Или молодые. Кого не было. Практически все написали. Вы уже вошли в историю. Кроме того. На видео мы записывали. Это остается. Говорит. Рукописи не горят. Они горят. А остается. Вот такое. Распространенное. Вот скажите. Это хорошая картина. Да. Я был против. Это сделали без моего разрешения. И кто это сделал? Волков. Волков. Его нету. А это осталось. А вы знаете. Вот такие надписи. Я нашел вот такие. Написать. И да. Сказал. Должен написать. Вот. Правда твоя. Как горы божии. Судьбы твои. Бездна великая. Или ниже. Если вы воскресли со Христом. То ищите горнего. Высшего. Где Христос. О горнем помышляете. А не о земном. А дальше. Оставляет ли снег скалу горы. А народ твой оставил меня. Споткнулись на путях своих. Оставили пути древние. Вы знаете кто это писал? Дальше. Возвоживающим горам. Помощь моей от Господа. Надо писать уже когда она была приклеена. Вот это. Кто написал? Оля Унагаева. Ну. Встань. Скажи прямо. Оля Унагаева. Оля Унагаева. Нет. Дай ей Бог. Счастья. Душевное спасение. Ее нету здесь. Да. Волкова Вячеслава. Нету. А вот дело оно это живет. Они с нами. И они проповедуют. А вот все остальное. Все что написал. Кто написал. Вот эти такие красивые надписи. Знаете? Надежда Ивановна. Вот она наша. Надя. Помощница. Благовестница. Надежда Ивановна Пальгуева. Поэтому. Я вам говорю. Что книги я не издаю. Отошел. Но. Распространяем книги. И кто участвовал тогда в помощи. Не мусульмане. Как говорят. Его мусульмы снабжают Лапкину. Его Америка снабжает. Снабжают. Свои братья и сестры. Откладывайте помаленьку. Первому числу мая. Где у меня. Кассир то. Вот она. Людмила Степановна Афимова. Вот она рядышком сидит. Вот. Через нее. Нам нужны средства. Никогда такие большие не нужны были. Потому что все это за границей. Дорогое. 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 Но мы должны проехать. Уже денег у меня не было. Мы должны оставить богатство, которым нас наградил Господь. Вот. Деньги не отдавать мне, а только дома хранить. Да. Никаких денег. Ну практически я уже сказал вам обо всем. Деньги не отдал. И вот у нас с вами. Что такое слово. Фанатик. Фанатик. Это сегодня тоже ругательное слово. А вот есть такой фильм. Был Ленин в октябре назывался. И там который остался из жандармов. И спрашивает Марию Ильиничуну. А вот пишут вот ваш брат Володя. Фанатик. Что это такое. Он не знает. Кисарева священия Шариков как говорил Что такое? Она говорит Человек преданный своему делу до конца То есть фанатик это смертник Если вы не фанатики В русле Христовом подумайте Придет дядя Антихрист Он нас будет испытывать Второе сегодня на слуху Слово экстремист Хорошее или плохое Сегодня только отрицательный план А откройте словарь посмотрите Это человек который до совершенства Доводит любое дело на половине не останавливается По высшей шкале что только красный диплом Учусь красный диплом Если я врач По высшей категории должен идти Все что известно врачам Я должен впитать в себя Я знаю тут у нас брат врач все время отправляет Куда-то учит У меня знакомая одна была Валентина Павловна дочка Она хотела ходить и уехала Она постоянно повышает свой уровень Разные там методы Индейские Еще только нету Так кто у нас врачебным искусством увлечен Вы должны уметь делать сами себе операцию Перед зеркалом Один был врач Он поставил свечи там Электричества-то нету Зеркало Ну и связался там Видимо тогда Может была какая-то была радиостанция Ему давали тут сэр И он взял себе операцию Там аппендицит был И все сделал Зашил Ты слышал, Гитаренко? Это давно известно А? Да Можно поверить? Конечно Ну все дошли Все, дядя Игнатий не солгал Так, вопросы? А вопросы у вас есть Вы только не можете их Выразить Я бы хотел услышать Валентину Ивановну Пусть она расскажет Как Александра Ивановна себя чувствует Это ее родная сестра Которая лежит на одре болезни Неподвижная Пожалуйста Нормально, как всегда Погромче Что я могу сказать Нормально, как всегда Мы всегда Всегда это означает Она не ропщет Вот это да Она благодарит Бога Она молится Ей еще Я с ней всегда Там мной насчитанные псалты Они прокручивают иногда, наверное Да? Да Тогда я был У вас было это дело Спасибо, Христос Спасибо Игнатий Иванович А вот насчет сайта Ну и с Андреем Кураевым Может выйти Как раз на него Понимаете Я не могу этого сделать Я Говорят люди Которые не соображают В интернете Они называются чайники Так я хочу сказать Что я чайник Притом проржавленный Но у него сайт есть У него все есть Я был в этом сайте У меня сейчас Вот знаете Вот этот больной Сергей Который парализованный лежит Фамилия его Козлов Я даже фамилии не спрашивал Я несколько книг ему послал И он всей душой Полюбил наш сайт И сейчас новый сайт образует Организует Ну говорит Полгода у меня уйдет на это дело Ну я Не знаю Конечно С нашим сайтом Трудно соперничать Уже ему и диски Выслал Игорь Третьяков Но делает Очень и очень хорошо И мы с ним Иногда в день Даже два раза разговариваем И все я выставляю По скайпу Как он привязался Он специально выставляет Про Кураева Где Кураев говорит И отзывы о Лапке И нападают на него А он заступается Он говорит А вот такой материал А там нападают Они просто крещат Я знаю В этих прихожанах А он опять А вы вот такое слышали Они не знают То есть он ведет Ту работу сейчас Которую вы Я не говорю про программиста Все вместе не ведете Один Один Парализованный Совершенно недвижим Руки с ключи Как он печатает Я не могу падать Вот партии куда-то тукают Все это вывершенное Вот и все Думал я Что он придет Как он попал Я еще не пойму Главное Как мы с ним познакомились И он Ну буквально ничего нет Где бы он ни касался Вчера я ему По частям разбил Для слова Божия Нету Материалы дал Я спрашиваю Как он выставляет материалы В Яндексе и прочее Как Вот у меня кто Я не выставлял мои материалы Ну У меня поставлю Может одна сотая материала Я только сказал ему Он говорит Выставлю материалы Я их все выставлю Чтобы все люди знали Как делать Меня никто не научил Я не знаю Чтобы материал Непосредственно попадал В Яндекс В Пропаде В Ворде Я знаю как выставлять В Ютубе У нас там уже наших 1380 роликов Кинофильмов Наших Я кое-какие вопросы Маленькие задаю Не искушая вас Вы не бойтесь Мы все свои Близкие друг к другу Я спрошу Про интимные отношения С Господом моим Скажите Вот когда вы молитесь Еще тут нет Если вы скажете Просто может быть Помощь оказать Бывает у вас такое Что вот вы молитесь А что молись Не молись А все равно будет так Как там Бог По-моему Все равно ничего не будет Еще зря и молиться тогда Помолился 2-3 раза Не по-твоему Кого-нибудь Такие мысли на молитве Посещает или нет Ну Бывает же так Мне неоднократно Заходят Я сколько молилась А еще толку-то Все равно Жена моя любимая Умерла Там с ребенком Что-то Второе Когда читаете Библию То встречаются ли у вас Какие-то такие места Которые вы О которых бы вы подумали Ну Это вообще Это невозможно Какая же это Библия Там убийства Войны Евреям захватите Беременных женщин Перерубите Это жидовский Бог Это жестокость Такая Это как можно такое допустить Их убить А землю себе забрать Мысли у кого какие Были такие И все это теперь Концентрирует на евреях Это еврейский Бог Вы ему поклоняетесь Если Вы только открыто скажите Я вам разъясню А разъяснение очень Простое Бог не дает Это означает Слышит Он знает Что тебе не справится С тем что я дам Я благодарю Бога За то что он мне Не дал С чего я просил Теперь время проходит Теперь я обернулся Как хорошо Что карман-то дырявый был Я бы такое наворочил Там с этими Будущи там еще До 23 лет Это Бог А я тогда Даже не зная Евангелия Я все время молился Молился У меня просто тяга была к этому Это Бог избирает Я в армии Меня ночью Бог поднимает На молитву Я на практике Я рассказывал Как строим Лесопильные заводы В горах Восточно-Казахстанские Там за Лениногорском Меня ночью Бог поднимает Я ухожу в тайгу А утром видно Рядом медвежьи следы И иду там молиться Тому кто звезды создал Ничего не знал Но избрание это Что я избран Богом Меня Бог все время поднимал И я ничего не мог Это в армии Или в тюрьме Ну в тюрьме я уже был верующий Даже до встречи с Евангелем Из браничества Выражалось у меня Главное это в молитве Понимаете что Вот себя На этом проверьте Тяга к молитве Есть такая Маленько не помолился И как беспокойство Какая-то покинутся Господи Прости меня Я сейчас вернусь Я сейчас Я немножко Сейчас я быстренько Слезу здесь с крыши И Я устал Господи Спать хотел Ну я сначала помолюсь Потом подремлю То есть вот эта Интимная близость Со Христом С Библией Она должна быть На виду Это делает только Дух Святой Плотские люди Они тогда к человеку Да что не так А я позвоню Я там Со мной поговорят Я пойду там где-то Идти надо к Богу А Бог укажет Кому из земных людей Идти тогда Вот мы собираемся Ехать Я вам говорил О чем у меня молитва Средства Это само собой Где у нас Должна быть ставка Сегодня мне уже Три места ищут Калуга Калужская область Смоленская И Тульская То есть Они в общем-то Все подходящие для нас Люди Которых я знать не знаю Притом Насколько это искренне Я не сомневаюсь Я говорил Даже из Калининграда Дмитрий Я поеду сам Знакомый Я разберусь Какой подъезд Как фура подойдет И прочее Вторая была молитва Второй пункт Это Чтобы поехал Николай Крущин Непосредственно Без Николая Павловича Поездка не состоится У меня есть шофера То есть водители Которые водят здесь Но там нужен шофер Знающий машину Умеющий ее разобрать И имеющий интуицию В какую сторону ехать И Бог его сердце расположил Я уже его даже не спрашиваю И вдруг препятствию Я в молитве стал выпускать О Викторе Втором Ну Виктор и так понятно едет Ну как кажется Виктор не едет Какие-то курсы Учителей Повышение Я так и взахался Да без тебя-то мы не можем поехать А почему не можете? Потому что нужно Чтобы мы В Шенгенскую зону Вторичен заходили Нам тогда дадут визу Несколько раз могут заходить А кто из нас поедет Он первый раз Из-за него нас всех зарубит И второе Машина-то на тебя Оформлена Я тогда Господи, прости Я Виктора Это Николай Это каждый день давлю А Викторе Я не стал молиться Я Господи, прости Теперь на Виктора Перекинулся И Виктор внезапно Звонит утром И говорит Все Я узнал В мае Все это Заканчивается Или до мая Или И все Мы едем Так что теперь Переходим На второй этаж Благодарения Нет только у нас Еще пока места Где мы точно Определимся Там быть Ко мне вопросы Нет Так кому вопросы Кто желает Что-то сказать Я вот еще Одно маленькое дело Маленькое Но небольшое Вы не спешите уходить Когда батюшки Даже нет Вы спешите Устарабляться Молитвой Четыре часа Где-то Притом каждый раз На это время Посветитесь здесь Здесь у нас Поют Идут занятия Это вам никак не помешает Я понимаю К больному Спешит У Оля Соклакова Ее нет Что у нее Не мама заболела У нее всегда Мама болеет У нее не просто болеет Шибко болеет Шибко болеет Я у Оли Сделал замечание Вот смотрите Вот пример Маленький Я уже кознулся Ее Как-то она была Отдалилась А потом она встала Я говорю Зачем ты такая Шаткая Никак Она прибегла К ходатайству Игоря и Марина Его жены Ну и Допустили До крещения А потом она вот так вот Торопится Там уходит Я сделал замечание Это не годится Это уже на выходе И что она сделала Вы знаете Что она сделала После этого Она среди недели Пришла ко мне домой Изъясняться Понимаете Я виноват Я до конца не знал Что там есть Она пришла Что она Она позвонила Там здесь нет Я подхожу Примите меня Не примите Да Оленька С удовольствием Что она пришла И она стала Рассказывать о маме Какие там условия Как что есть Я поэтому ухожу Она такая и есть Оля Да я виноват Понимаете как Она пошла Единственно верным путем И мы посидели Побеседовали Помолились с ней И она Следующая Уже пришла В воскресенье здесь И она тоже уходит Я ухожу уже Все Как будто мы У нас никогда До этого не было Каких-то недоразумений Всегда нужно встречаться Встретиться Посмотреть человеку В глаза А я даже уже Дошло до такого Всегда уходит Я думаю Я поговорю с Игорем Это ваша подопечная Ну переговорите с ней Она не остается здесь Еще вот так Больным-то привязан Но бывают больные Которые действительно Она говорит Я еду сюда Чуть больше часа Обратно час И все время Меня дома нет И какая мама Я виноват Я попросил прощения Я говорю Олег, прости Я ничего этого не знал И вопросов никаких нет Поняли? В человеке в одном Всего не может быть И нужно Просто изъяснить Говорю Я хотел Ну так Мы часто Упускаем Что До нас Практика Верующих людей Очень огромная Вот сектанты Они ее вообще Упускают У них так Апостолы где сейчас? А апостолы умерли И даже можно Такое услышать Если сектантом Будешь говорить долго И хорошо знать Священное Писание Он тебе скажет Так это же вот апостолы Это Евангелие Он будет разделять Новый Завет Он обязательно сразу разделит Ветхий на Новый И поэтому вот эти Ну и вот я хотел Об одной такой практике Рассказать Странной Вот этот отец Константин Случай рассказал Который был у него На приходе Когда Московская Патриархия Они там все делят же Зарубежная церковь Раскольники Ну и естественно Он же был В Московской Патриархии Когда ушел Там много у него Знакомых И друзей бывших Которые Все сравнивают Где больше благодати Ну и Случилось так Как раз Помните Мироточение Огромное было В Иванове Когда там Начали Тысячами А потом и десятками тысяч И чуть ли там Уже не из углов Храма Начало течь И так далее Ну вот Благодать какая И везде И говорит Прихожанки Говорит У меня начали Батюшка А у нас то Не знаем Что в заубежной церкви Что то там Мироточило Что то у нас Не мироточит Тут ничего Ну И я тогда Думаю Ну каким путем Пойти И он тогда Давайте Говорит Помолимся Просто Господу Чтобы Господь Ну показал нам Благословение Свою Свою благодать Как она В чем В чем она Проявляется Благодать Может быть правда Вот эти иконы Начали молиться Ну прошло Там говорит Немного времени Неделя Может две Подходит сестра И говорит Батюшка У нас там Что то икона С краю Говорит Непонятно Что там такое Я подошел Смотрю Такое Как белое пятнышко И что то влажное Ну посмотрели Ну протрите Да она не протирается Ну не трогайте Я говорит Не могу сказать Что такое Ну похоже Говорит Как мироточит Там такими Как пятна Такие Помутнения И оттуда Как влажное Еще несколько Там прошло дней И вот угол Говорит Иконы Начал течь Ну все Не понимаем Что дальше И потом Говорит Знаете Дошло до того Икона Большая Богородица Владимирская По моему Ну в общем Богородица И говорит Отовсюду Говорит Начало течь И с рук И с глаз Отовсюду И потом Вся икона И до такой степени Говорит Много Говорит Было вот этого Влаги Этой Которая текла Мы начали Сначала Там тряпочку Тряпицу Небольшую Потом уже Настоящие полотенца Потом уже Стали ставить Таз И все Уже Вижу Сестры ходят Ну вот Благодать Видать у нас Я думаю Я думаю Ну а каким Путем Дальше Это И везде Такое И я Тогда Говорит Меня Господь Положил На сердце Ну раз Мы помолились Господу А теперь Обратно Ответный Надо Какой-то Ход А давайте Теперь Поблагодарим Бога Мы услышали Все Вот И главное Зачем Вот это Надо Я Просто В ужасе Зачем Для чего Это делается От Господа И когда Начали Поблагодарили Совершили молебен Еще там Ну на литургии Поблагодарили Проходит Говорит День Два Меньше И потом Раз Говорит И ничего Нету Ну вот Это Вот это У меня Больше всего Вот как Игнатий Всегда Говорит Что Ну вы Говорит Поблагодарили И получили Ответ Ну теперь Дальше Это было Поблагодарить И что Это было И вот Эту Благодарность Вот человек Вот как Сегодня Золотой Гуз Говорил Человек Забывается Человек Страшно Неблагодарен И злобный Только Господь Руку Отъял И сразу Человек Опять Впадает В злобу И вот Это Вот это Вот с нами Постоянно Случается Поэтому Я Призываю Всех Быть Всегда Благодарными За все И помнить То Что Игнатий Сказал О всех Благодеяниях Как Баптисты Поют Они же Не зря Поют Это Об этом И Анна Златову Сказал За все Благодарите Господа Поэтому Вот такая Была практика И для меня Было это интересно Потому что Когда мы Говорили Об Мироточении Слезоточении То никогда Именно Того Что люди Поблагодарили За это А я так подумал Ну взял Взял бы Патриарх Да встал И поблагодарил Господа Мы все поняли Господи Может быть И все Мироточения Навсегда Бы прекратились Нету Благодарности Это нам Это нам Благодать А Благодатью Не напьешься Как тот падишах Который Золото Еще Еще И в конечном итоге Его золото Задавило Так и здесь Дошли до того Уже Что И теперь Комиссия Не знает А может Это и не от Бога Совсем Уже и не поймут Комиссия Которая была После этого Как вот Тысячами Начали Мироточить Но они Не оставили Без последствия Московской Патриархии Там Фамилия Экономцев Отец Иоанн Архимандрит И там Флоренский Был Тоже Доктор биологических наук От патриархии Назначена Официальная комиссия И стали Все исследовать В лаборатории И вывод Какой сделали Не нечистая Лесила Над нами Издеваются А мы голову Ломаем Понимаете Это официально Все напечатано У меня В книгах Это есть Я называю Иоанн Экономцев Вот какое дело Недавно Одна наша Сестра Наша Вот здесь Находящаяся Я не называю Поэтому Не ищите ее Она очень хорошая И говорит У меня икона Заблагоухала И капельки Появляются И что теперь делать Я говорю И когда это появилось Такое Ну ты сама То что думаешь Так вот я и не знаю И звоню Какой храм Ближе всего Возьми ее С молитвой Заверни И отнеси Тамошнему Батюшке И скажу Вот икона у меня Она Замерточила Ну Я принесла И все И все Все на этом конец А ты сама Хочешь ее иметь Так я не знаю Поэтому Сомневающийся Подумный Морской волне Отнеси ее И все Приходит Ничего нет И тишина Тебя Господь Испытывает Иногда Тебе даст Такой совет Что ты его сделаешь А впереди ждет смерть Вы знаете Один пророк пошел Когда А ему наказ был один Иди обличи Но той дорогой не ходи Другой вернися И там где будешь Не пей Не ешь Он так и сделал Подошел Обличил Царя Все как надо И в это время Вышел один человек Догнал его Говорит Ты пророк Божий Я тоже пророк Божий Действительно пророк Божий И поэтому Пойдем у меня Он говорит Мне нельзя Но Бог сказал Что то отменяется А теперь ты можешь Прийти Он поел И этот пророк Который пригласил Он все правильно сделал Когда ели Этот пророк Который пригласил Тому и говорит Ты нарушил волю Божию И до дома не дойдешь И он только пошел Лев выскочил Его убил А осел рядом стоит А сланя тронул Вы читаете это Я рассказываю Погиб Вот теперь вопрос Как же так Этот Божий Этот Божий А теперь они так Что тебе Бог сказал Тебе А не через кого-то Поэтому я часто обращаюсь Тебе что самому Бог сказал А тебе что Бог говорит Мне прямо Бог отвечает А как Я молюсь Я считаю Священное Писание И Бог Мне ложит Что-то ко мне Это написано Вот у меня Какой путь Я вам рассказывал Как из Италии Одна женщина Переезжать Не переезжать Неудачная Жизнь была Теперь все Дочери отошли Неверующие Ехать или не ехать Домой Я говорю А почему мне то звонишь В Италии Слышали что Мои молитвы угодны Богу Я говорю Вы что берете Это что попало Вчера из Германии Эти слова сказали Это я говорю Я никакой Но молиться я буду Ну и ответ скажите Абсолютно точно Могу дать Молиться День Два Три Она опять заходит Ну что нет Месяц прошел Ответа нет Второй месяц Я ответил Ответа нет Стал на молитву И ответ получил Я сразу ей звоню Ответ получил Но ты будешь Выполнять его Или не будешь Вы помните Иеремия пророха Они просили Иди помолись Он говорит Я пойду Я выполню Но вы что я скажу Вы скажете Это не от Бога Он 10 дней Ждал от Бога Ответ 10 дней молился И наконец Бог ответил Он пришел Еще раз предупредил Вы не будете делать Что я скажу Сказал Так это не Бог тебе говорил Бог разве может сказать Что не ходите в Египет Когда тут такая опасность Бог гарантирует Вы будете живы Но туда пойдете Этот царь захватит Египта Разобьет его И там вас уничтожит Вот когда человеку Начинаешь говорить А как вы узнали Что это ответ от Бога На молитве Я считаю Считаю Библию После молитвы Я открываю Библию И у меня почему-то Прямо сама рука Тянется найти Именно вот это место Она на мыслях Я нашел Я его скопировал И ей послал А теперь я говорю Возьми то что я дал Пойди к своему духовнику К священнику Скажи И помолитесь И выполни не так Как я говорю А как батюшка скажет Чего я не так сказал Идите покажитесь Священнику Я посылаю всех До одного К священнику По таким вопросам Сделал Мой ответ получил Но не выполняет Пока тебе батюшка Неблагословит Иди к нему Как Мария Правильно Ну кто не согласен С таким ответом Ну тебе поступил Такой заказ На молитву И ты что будешь делать Я не знаю Я не могу так ответить Почему Потому что я постоянно молюсь И у меня нет Неотвеченной молитвы Вчера молитва была Такая прямо Ну даже не молитва Я только сказал И оно выполняется Володя идет на работу Вот он стоит Покажи сам себя Как раз А тут на днях У меня был запрос С одной библиотеки Мыши там Пакостят И за мной Приехали на такси Мы договорились Как будут ее кормить И рыжую кошку Я туда отвез Сделал ошейник На нем там Сделал телефон И все это Привязал Привезли меня туда Я посмотрел Привез все земли С собой Ну все как надо Теперь только на мысль Как бы они там не раскормили Я говорю Ее ошейник задавит теперь А двое-то остались дома А я Володе говорю Вот варим Такое все постное Это же хищники Хоть маленько Каких-то отходов Рыбе Да хоть водичкой-то залить Володя такой За дверь В это время Ко мне вверх стучится Один человек И открывает дверь Бо Да я о тебе молился Только думал Только сейчас молился А зачем ты пришел Да рыбе отходы принес Здорово живешь Скажи брат Так было Ну да Вот эта рука Его и принесла Только поговорили Один раз такой разговор И он один раз Издалеке Приходит Все в один день И в одно место Я не могу не думать об этом Вот сижу думаю Вот этот человек У меня давно не был Как бы мне на него выйти Это звонить в Америку Дорого Мало того Еще брату возьму Скажу Только проговорили звонок Откуда с Америки Тот самый человек Из Сакрамента А почему звонишь Да не знаю Прям такое побуждение Внутри было Охота к вам позвонить Узнать Как вы там Так это не раз Не два Бог слышит Он очень близок Убедитесь в этом И вот такое желание Быть на молитве Даже не молитва Ты думаешь Говоришь Оно все в молитвом состоянии И Бог прям сразу же Выполняется Поблагодарим Бога Нам есть за что Его поблагодарить Достойно Достойно есть якова истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую без сравнения Серафим Без истрения Богослова Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Отец Небесный Слава Тебе за великую милость Что позволил нам собраться Этот воскресный день Едиными устами Единодушно Тебя прославить Если в чем мы погрешили В этих рассуждениях Прости нас Мы просим Благословения на этого Максима и Диакона Андрея Если будет на то воля То позволь нам с ними Встретиться и насладиться Общей молитвой И беседою Благослови Наша брата Акима Где он находится Этого болящего Сергея Всех, кто к нам обращался За молитвенной помощью Благослови их, Господи И это место сохрани И приготовь все необходимое Нам для благовестия Тебе Божья слава Тебе хвала Тебе Сын и Святой Дух Аминь Братья и сестры Не забывайте Вот у нас коробочка И помните Что человек Очень скромный Она никогда не сразу что не знает Так, у нас нету Луку совершенно У кого есть желание Можете позаботиться Настя У тебя сейчас еще немножко есть Я думаю Кого там там Все украдено до нас Вот он Все украдено Все украдено до нас Такое следует